Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли В продолжение предыдущего подкаста. Ну вот смотри, если, например, мужику 60 лет, и он женится на 20-летний, 25-летний. Женится именно или отношения? Женится. Важно тоже это. Именно женится, да? Ну и даже отношения, если заводится. Заводится, заводится. Заводятся тараканы. Так давай о тараканах и поговорим. Потому что, когда, например, ну или женщина 60 лет и находит себе до 30-летнего Прохора Шаляпина. Ну, сразу первый момент, который человек говорит, ну финансовая выгода. Ну финансовая выгода, это прекрасно. Если тебе надо там собеседник, спутник, там может быть секс кого-то устраивает в этом возрасте, может еще что-то. Но это один аспект. И это аспект не вечный. Это совсем не вечный аспект. Но при этом разница менталитетов и разница заблуждений в мозгах, разница тараканов, она просто не грозная. Колоссальная, да. И вот если посмотреть с точки зрения тараканов, то у меня возникают вопросы. Шашлык делать. А, я думаю, где костер. Соседи шашлык делают. Вот с точки зрения тараканов и возникает вопрос. Вот, например, человек там в 60 лет выражает одни свои политические взгляды, свой жизненный опыт, как он видит воспитание детей, молодежи, как он видит политические события, экономические, еще какие-то. И рядом с ним девчонка, у которой 20-25 лет, у нее там пожар, у нее там внутри, у нее там нужен движ, дискотека, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Ну, и они же как-то уживаются под одной крышей. За счет чего находится компромисс? Вот смотри, вот на самом деле, вот поэтому ж и первое, что приходит всегда, это финансы. Правильно? Всегда первое приходит. Вот. Но может быть такое, что какая-то и то, смотря какой возраст, страсть, которая может быть там на год, на два, да, может вспыхнуть, но она потом тухнет. Но чтобы ужиться, вот на чем они уживаются, когда у этого за плечами, у одного за плечами там багаж уже прожитого, не, знаешь, не где-то прочитанного, а прожитого своего пути, да, а у второго за плечами ничего нет. А тут даже даже самой, иногда глядя на своего мужа, воспринимать, вот, например, вот эти старческие бурчания там, он ходит и бубу-бубу-бубу-бубу-бубу, дал бы по джопу с твоим бубу, да, но при этом я понимаю, что я становлюсь-то тоже воршливая, но так мы прожили 30 лет вместе, а если вот это на 20-летнюю перекинуть, это же надо себя подавить и терпеть из-за денег. Из-за денег, либо, ну, тут много, да, ну, финансы это в первую очередь приходит, однозначно, да, это тут подавление и себя разрушение, да, ой, такая тема, на самом деле, если в нее, вот, просто вникнуть в нее, то это ведь, смотри, на самом деле, чтоб кто не говорил, как бы что не выкручивали, не объясняли, но, если есть разница в 20-30 лет, это однозначно будут отношения отца с ребенком, или там, родителя с ребенком, либо бабушек, дедушек с ребенком, ну, вот, по-другому, но никак, это, это вот, если говорить вот просто открыто, да, вот прям, как есть, без вуаляции ума, то это, ну, не может, то есть, вот, посмотрите на отношения, допустим, внуков с бабушками, это вот в семье будет так, поначалу может быть, поначалу может быть, там, как я и говорю, год-два, еще такое, а потом это бабушка с дедушкой, либо дедушка, ой, бабушка с внуком, там, либо дедушка с внучкой, это по-другому, или папа с дочкой, мама с сыном, ну, оно не может по-другому быть, и когда говорят, что это чувство, что это чувство, нет, нет, это травма, это в чистом виде травма, это в чистом виде программы, это в чистом виде финансы, вот, вот, вот из этого, либо травмане, либо, ну, и даже, если брать финансовый аспект, то все равно будет на травму, да, 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 это травма, два травматика, один с ампутированной левой ногой, другой с ампутированной правой, И они вдвоем сошлись. Два инвалидика сошлись, да. Да, вот оно 50 на 50. Не 100 на 100, а вот 50 на 50 в чистом виде. Да, это так. Это так. Но при этом, смотри, нам тогда придется столкнуться с кучей возрастных заблуждений, которые живут в головах мужиков и в головах женщин. А у тех, кто женится именно в таком возрасте или там находит спутницу, любовницу в таком возрасте или-или, они же все будут опираться на определенных тараканов. И среди тараканов там такое разнообразие тараканов. Например, стандартные тараканы, это будут по тому, почему им нужна молодая, да. Они себе будут оправдывать это одним проявлением, что хочется молодости, свежести, юности там и так далее. Прям 40 лет сбрасываю, когда обнимаю молодую девушку за талию. Но при этом на самом деле это будет лишь попытка вскочить в уходящий поезд, чтобы доказать самому себе, что я еще могу, что у меня еще есть порох в порохове. Это конвольствие. Это конвольствие в чистом виде. Да, да, да. Это непринятие себя и своего возраста. Да, да, да. И выгода здесь. Ну вот она же всплывает сразу. Да, можно сказать тоже, что женщина там в возрасте молодого себе мужчину. Я знаю такую женщину, ей 62, по-моему, года. У нее муж, 27 лет, по-моему, ему. Вот. Но она женщина огонь. Она, да, она такая прямо огонь. Но это временное. Это временное. Но при этом может такое быть, что травматик с травматиком, да, сошлись. И вот этому парню, 27-летнему, ему как раз и нужна мама. То есть он остается вот в этом возрасте, она ему помогает дорасти до какого-то периода. Понимаешь, это тоже. На самом деле это такие букетики, которые... Главное, чтобы они были искренни друг с другом. Все. Остальное, чтобы в них внутри не болело. Вот это важно. Чтобы, знаешь, как не болело, не кукожило, не приспосабливался, не подавляли, не... А была искренность. Ну вот хорошо, хорошо, то есть я помогу тебе. То есть легко такое. Не захват, а такое, я где-то тебе помогу, ты где-то мне. Но при этом нам хорошо. Вот эта искренность, ну тогда, да, люди могут помочь друг другу исцелиться. Ну это образно исцелиться. Но я не верю, что это возможно. Ну я с тобой согласна. Потому что это все равно сложно... Все равно через какое-то время будет некая черта, которая сделает больно. Вот по-любому. Но еще есть одна такая штука. Причем даже человек сам себе будет делать больно. Потому что в какой-то момент он начнет видеть свою старость, свою нерешность. Конечно. В какой-то момент он наступит боль. Да, я же про это. Единственный вариант, когда возрастная разница между сексуальными партнерами будет расти, я вижу, лишь в увеличении, в большом увеличении продолжительности жизни. Так, еще раз. Что ты скажу? Например, сегодня человек там живет 100 лет. Да, в этом плане. А если средняя продолжительность жизни будет там 300 лет, то, соответственно, вот эта возрастная разница, она будет превращаться... Она будет, возможно, то есть она легкой. Да, она будет, да. Она еще будет стираться за счет того, что если продолжительность жизни будет резко большой, другой, то за одну жизнь в теле человек будет проигрывать 5-10 сценариев в этом теле, менять 5-10 профессий в этом теле. У него будет 5-10 проявлений в этом теле новых, новых. И тогда, да, тогда это обновление программного обеспечения. Будет вклиниваться новый партнер с большой разницей в возрасте. И это может быть даже уже не из-за денег. Там могут место иметь и чувства, и связи там на работе, и совместный рост сознания, расширение сознания и так далее. Это, знаешь, для возраста там 60-70 лет, это как брак до 10 лет, да, с разницей. Казалось бы, 10 лет много или там 13 лет много, а по факту это совсем немного. У меня, например, моя прабабушка, бабушка и дедушка по папиной линии, у них разница была в 14 лет. И это была катастрофа для нее. То есть он был очень старый для нее. Она воспринимала его как взрослого, очень взрослого мужика. Вот ее насильно выдали замуж. Но сегодня 14 лет, это детский лепет, и понимаешь, что тогда продолжительная жизнь, и сейчас продолжительная жизнь. Сегодня 14 лет, ну, есть и есть. Это не такая большая разница. Ну, наверное, да. Вот, наверное, на теперешнее время до 15 лет разница еще можно допустить. Да. Ну, не то, что можно допустить, как это. Мы же просто рассуждаем, что как бы не так будет чувствоваться. Еще можно как бы сказать, что искреннее чувство. Но все равно, чем уже за 10 лет разницы, уже будут работать программы другие. И там, ну, там будут даже на этих, на этой разнице. То есть уже свои программы будут дополняться, по-любому где-то вскакивать возрастные. Ну, ты знаешь, вообще с возрастом человек приобретает определенных тараканов. Мы в понедельник, кстати, начнем ржать на эту тему. Да, 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 да. То есть вот как вылазят эти тараканы и как они проявляются, эти тараканы. И на самом деле ведь люди считают это мудростью. А это ж такое ржание вообще. Где там мудрость? Это тупоумие, блин. Это потеря старческих последних. Да, да. Когда ты тупеешь, и поэтому у тебя бежит такой таракан. А люди это считают мудростью, понимаешь? Вот оно, парадокс. Искривление в зеркале. Это, знаешь, вот один из таких парадоксов, напоржать, когда видишь в зеркале опять-таки историческое искажение, если посмотреть, назовем это историческим искажением возрастным. Вот смотри, например. Кого бы из известных взять таких, кого можно было бы подогнать? Вот. Смотри, например. Есть такая певица Лайма Вайкули. Да, вот, например. Ты знаешь ее творчество хорошо? Не знаешь. Я тоже не знаю. Самое парадоксальное, что ее знали в Советском Союзе. Ну, наверное, то поколение, для которого она пела, уже умерло. Но, во всяком случае, она сама еще жива. И уже наше поколение ее не очень-то хорошо знает. А если взять Вовина поколение, она ее вообще не знает. То есть, она даже не назовет, каких песен она пела, и с какой стороны она прослепила. И даже кто она. Кто она. Так вот, каким образом можно оставить имя в веках? Ну, вот, например, если создать в учебнике образ женщины, которая была абсолютно неблагодарной и которую надо было научить благодарить свою эпоху, то, что она имеет там и так далее. И в учебник вставить, вот как неблагодарность сказывается на здоровье и разрушает карьеру и так далее. И в учебник просто вставить образ какой-то такой вот неблагодарушки. Когда ребенок учится, например, а вот посмотри, а что бы у нас сделала неблагодарушка? И вот вставляешь на неблагодарности, делаешь человека. И потом вот под этой неблагодарушкой, например, это псевдоним, вот такой известной артистки, которая была и так далее. И вот смотри, тогда имя остается в веках. Так творится, между прочим, история. Я поэтому взяла такой тупой примерчик. Но так творится история, когда создается чебурашка, но под этой чебурашкой лежал неблагодарушка. Режал реальный сюжет, когда вот человек был неблагодарен, что он там что-то содержал в Советский Союз, не помню. Ну, да, она что-то такое сказала. И дальше куча неблагодарностей на ту страну, которая ее подняла. И в то же самое время, если вот эту неблагодарушку не делать, да, вот эту чебурашку не делать, и вот эту вот историю всю в учебнике не заворачивать, то о ней, как о певице, уже через 10 лет вообще никто не будет знать. Она стирается, она стирается. Это вот как на памятнике была, на отмиси ее, и смыла. И единственный вариант остался в памяти – это стать антиперсонажем. Точно. Вот оно как работает. Так работает история, так работают все факты. Хочешь, но ты можешь войти отрицательным персонажем, но ты останешься в истории. И все будут знать, что была такая история, и о тебе в веках сохранится информация благодаря вот этому антиперсонажу. И ты будешь благодаря этому антиперсонажу привлекать внимание к себе, а это значит, что когда-то и всплывет и положительная твоя часть. И на тебе научатся много людей благодарить. Да, да, да. Вот как вариант. И вот тогда такая дуальность. А что тогда запускать будем? Умрем в веках или останемся известны «но»? Как? Потому что, кстати, это вопрос не только по ней. Ведь на это место можно поставить любого бизнесмена, известного, он сейчас простор ликвидируется там, или что там с ним, суды идут. Не знаю. И так далее. Любого известного бизнесмена сюда ставь. Делай антиперсонажа. Под антиперсонажа вписывай историю и разноси в интернете. Вероятность того, что о нем будут помнить через 50 лет, в разы выше, чем тут. Да. Самое интересное, что именно анти разносится. То есть, именно минус разносится, молниеносно подхватывается. То есть, конкретно. Но при этом этот анти, он может быть очень даже положительным героем, если посмотреть на возрослой менталитет нашего общества и на то сумасшествие, которое в нем происходит. Но для того, чтобы он остался в веках, надо либо быть супер-супер-супер незабываемым, либо анти. Либо анти. Ну, так смотри, тот же самый Сталин. Он остается в веках, но это же диктатор. Да кто остается в веках на самом деле? Антиперсонаж. Да. Но под них подведена определенная история. Возьми даже интернет. Вот возьми там Инстаграм, ТикТок. Что разносится? Анти. Анти, да. Человек подхватывает анти-молниеносный. Интересно, анти просто сверх привлекаемый. Да. Как говорится, на похороны, о, пошли смотреть похороны. А на свадьбу, а, там свадьба, ну ладно. Слышишь, как все, на самом деле, как все выстроено именно в минус. В камне вниз. Вниз, вниз. Сила тяжести работает. Везде. Никто не помнит заслуг Байдена, если то хорошее, что он сделал. Но все будут помнить падение стропа. Таки да. Таки да. Точно так же. А было не маски, очень быстро все забудут. Но в памяти останется его роман с женой Брина. Да? Я до этого не знаю. Бракоразводный процесс. Да, я... Набрал уже, прошу. И так далее. То есть, оно именно через антиперсонажа заход, чтобы остаться в истории. И тогда какая у нас история больная? Да. А она каждый раз переписывается под нового антиперсонажа. А вот это анти меняется. Вот смотри, то, что было запрещено, и тебе за это было секир башка 200 лет назад, а сегодня это нормально. Посмотри, больная история у нас больная. То есть, она болеет еще больше в хронике. В хронике выходят акаши. Хроническая болезнь, 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 болезнь. То есть, куда идем? В разрушение. Хроники какашек. Хроники, да. Хроники какашек. Ну, потому что в циклической ошибке человек... Навоз, то бишь, вот он навоз. Да? Видишь, как мы... Смотри, мы сейчас историю с тобой подсветили, вот подсветили именно как какашку. Сбор анализов. Можно собрать все, что угодно в прошлое. А вот... А что хочешь, то и подвести. А вот, ты знаешь, а вот историю собрать из хорошего, да, из положительного человека сложнее гораздо. Гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Это реальные факты. Потому что для того, чтобы хорошее, из хорошего складывать историю, это надо кого-то похвалить. А я не хочу хвалить. Ну, то есть, человек рассуждает как... Я не хочу хвалить никого. Ну, почему эго не позволяет, да? Лучше я захаю. И поэтому хаю вот это, и идет хаиться. Потому что эго должно самовозвеличиться на ком-то. Кого-то использовать... Да, и поэтому всегда идет... Блин, еще настолько все очевидно. И так же, да. И так же эти... Отношения мужчин и женщин в разнице возраста. Да, даже и не в разнице возраста, а даже вообще с возрастом отношения мужчин и женщин. Катастрофически. Просто смотришь, это такой степ, когда ты это все видишь, наблюдаешь. И когда ты видишь... Ты можешь даже по отношениям людей в возрасте сказать, у кого какой уровень интеллект. Сразу. Ты знаешь, это да. И есть моменты, которые... Ну, сказать, меня дорубают, но меня веселят. Если ты помнишь, я очень люблю на даче попить кофе утром. Да, выйдешь на терраску, птички поют, зелень кругом. Прекрасно попить кофе. Я не знаю, кто из наших соседей так любит говно. Постоянно воняет? Причем я не понимаю. Это уже не коровье. Это, наверное, уже с человеческим. Но это... Это такая вонь стоит. Так деньгам. Так я это... Эти себя успокаивают. Теперь кофе я пью в доме. Понимаешь? Я вот теперь кайфую от разницы. Дом в Минске очень сильно отличается от дома на даче. Под Минском. Тем, что здесь никто из соседей не может навалить кучу говна. Мингросполком даст по башке. А там это нормально. И что с ней еще делать? Едят в ежедуре? Я не знаю. Это жесть. Понимаешь? И при этом я понимаю. Там кругом не бедные люди. Им нахрен это говно не впало. Там инселекция. Это вот возрастное на самом деле. Это есть какая-то такая система ценностей и убеждений. Наверное, плюс хобби, плюс там кабачками надо обеспечить всех. Я не понимаю это. Но меня ржака берет каждый раз. Когда я нахожу, так, сегодня я здесь кое-какать не буду. Ну, капец, ну факт. А, смотри, на самом деле, да, кабачки, там помидоры, да, вырастить. И человек растит их на чем? На какашках, да? А ведь можно на природных вот этих, да, на травах. Ну, то есть там перегной этой травы, да. Ну, перегной, но все равно запаха-то нет. Нет. Ну, это, ладно. А смотри, человек выращивает, взять. Я-то знаю, что почему вдруг вспомнила. Ты начала говорить о кабачке там. И я вспомнила. У меня три маленьких грядочки. Насколько там? Полтора. Наверное, на метра два. Вот это все пространство. Это три грядочки. Полтора на метра два. У меня сейчас там столько растет помидор. Причем я их не садила. Ну, там часть бы затняла. Посадила. Я не знаю. Я вот, я буквально сегодня. Их, в принципе, не надо. Я буквально сегодня я собираю и думаю, что люди делают с ними, когда у них там, я не знаю, посажено помидоры в этих море. Одни помидоры есть. Огурцы одни есть. Кабачки одни есть. Ты знаешь, у меня на самом деле вот возникает вопрос. Я столько не ем. Это надо, наверное, постоянно через себя, да даже семье, если. У меня семья столько не ест. Не съедается столько, да. Просто вот сколько у меня в этом году огурцов было из четырех этих семечек. Ну, я столько тоже не ем. Вот понимаешь, как интересно. Человеку надо, надо, надо. Да. Я и яхот столько не ем. И яблок столько не ем. Я не знаю, но... С возрастом, вот смотри, если посмотреть на тех же старых родителей, вот они засеивают там те же самые дачи, и к ним дети должны приезжать, помогать, обрабатывать, или там участки, да, и дети ездят, эту картошку там полют, еще что-то делают, выбирают. Надо помогать родителям, надо, надо. И это становится каторгой для вновь. Да, да. А старикам потом это не надо, они же все это стараются детям своим раздать. Да, а им сам факт, что дети приезжают, потому что надо. Да, потому что надо. Работают. Вместо того, чтобы общение классного времяпрождения, понимаешь, вот это каторга, и поэтому идет отторжение. Вот эти все возрастные искажения, ну, это одно из искажений привычных, да, одно из искажений. А сколько, ну, сколько искажений мы посмотрим и разложим. В понедельник. В понедельник, как видит это подсознание. Посмеемся. Как оно устебется насчет вот этих представлений. Да ладно, представления там по этим дачам. А представления по этим всем, жениться замуж, выйти, другого найти, любовники, любовницы там и так далее. Ну, и возрастные все эти штуки. Я могу припомнить, просто знала одного человека, там по соседству жил, и он уходил от своей бабки в магазин на полчасика. За это время он успевал забежать на съемную квартиру. По времени приезжала любовница на дом, да, и проститутка повызовала. Вот. И они быстренько, и потом он еще шел в магазин и возвращался к бабке с молочком. Сколько хочешь истории могу порассказывать, но это все обсудим в понедельник, как это происходит и на каких это тараканах происходит. Потому что, ну, здоровые люди на голову так со своими бабулями не поступают. Но иногда, иногда такие проявления можно встретить. Тогда мы поговорим, а будут ли разводиться их дети, а будут ли здоровы их внуки, и обо всем том, что наше подсознание просто сидит вот так вот, потирает руки, и тогда захочется это подсознание назвать чертом, или сатаной, или еще кем-то, и сделать виноватым во всех бедах. А на самом деле кто проявился-то? Поговорим. Поговорим про мужчин и женщин, и про возрастных тараканов, которые... Приходят к ним. Просто отпетые на всю голову. Но ведь при этом все стареют. Все стареют. И у всех появляются такие тараканы. У всех. Может, пора учиться их отлавливать для того, чтобы не болеть как минимум.